МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого ярославского программа «Жилье моё». Введен в эксплуатацию крупный долгострой. Десяти три десятиэтажных жилых дома в районе прикрёстка улиц Блюхера и Бабича. Строительство объекта начал скандально известный застройщик ПСК «Квартал» Игорь Жаров. После банкротства компании в 2011 году дольщики создали жилищно-строительный кооператив и достроили свой дом. В основном все подрядчики, которые были в этом доме, это наши участники строительства. Мы все вместе объединились, да, мы дособирали денежные средства и на свои силы мы построили. Мы строили его с большой любовью, у нас всё очень хорошо сделано. У нас энергосберегающие стеклопакеты, у нас погода зависимая автоматика. Когда люди сами взялись за строительство, их дом был готов лишь наполовину. Не было лифтов, окон, дверей, коммуникации, внутренней отделки. Будущие жильцы сами искали подрядчиков, составили сметы, контролировали работы. Полностью готовый дом – результат совместной работы жилищно-строительного кооператива, правительства области и городских властей. Вместе удалось решить организационные проблемы и разработать законодательство, позволяющее решить проблемы дольщиков. Мы пытаемся минимизировать расходы дольщиков в части договоров на технологическое присоединение, соответственно, консультировать по строительным делам, по строительному надзору своевременно, выходить на объект и принимать все необходимые технические решения. Свои дополнительные расходы дольщики должны подтвердить документами. И на эту сумму в компенсацию от государства получат земельный участок. Как им распорядиться, это уже будет общее решение всех собственников. На эту тему мы поговорим с гостем нашей программы. Это директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Денис Мещеряков. Здравствуйте, Денис Дмитриевич. Добрый вечер. Работа дольщиками проведена колоссальная. Сколько на это потребовалось времени? Да, работа на самом деле достаточно серьезная, объемная. И самое главное, это первые фактически дольщики, которые пошли на достройку по механизму банкротства. Это вновь принятое законодательство было, которое позволяло забирать проблемный объект дольщикам для себя и осуществлять уже его достройку. Тем более такой большой объект. Да, объект очень большой. Людям сложно было договориться между собой. Длительный период достаточно. И в суде довольно долго рассматривались вопросы для того, чтобы принять решение о передаче объекта. Но с момента, когда он был передан, примерно полтора года прошло до момента окончательной достройки. Ну, я так понимаю, конечно же, люди вносили собственные средства еще дополнительные. Сколько потребовалось? Безусловно, собственные средства люди вносили. Это получилось порядка 8,5 тысяч рублей за квадратный метр дополнительно. То есть в зависимости от того, у кого какое имущество, какая квартира. Собственно, такие доплаты и были. Но при этом здесь достройка стала возможной именно благодаря тому, что был принят в свое время 68 закон Ярославской области, который позволяет людям, забравшим дом для достройки, после того, как будет достроен объект, получить возмещение. То есть, когда они подтвердят все расходы, которые были понесены, пройдут экспертизу и, в общем-то, предоставят в орган местного самоуправления подтверждение, что потрачено столько-то денежных средств, на эту сумму будет выделен земельный участок. Он выделяется бесплатно в собственности. Дальше можно продавать его, либо использовать по прямому назначению, строить что-то на нем, реализовывать эти объекты. То есть, фактически, там можно получить возмещение. То есть, это желание дольщиков. Каким образом его использовать, как компенсировать свои потраченные дополнительные средства? Совершенно верно. Вот этот участок, он где находится? Кто его выбирал? В данном случае работа идет совместно с застройщиком, осуществляется и органами местного самоуправления, рассматривая ситуацию, это мэрия города Ярославля. В общем-то, участок, о котором идет речь, он находится в Заволжском районе. Ну и, соответственно, уже и само ЖСК, когда достраивало, оно примерно представляло, о каком участке идет речь, где он будет располагаться. А фактически уже точные размеры параметра участка, они будут уточняться после подтверждения затрат. Низмитриевич, вот к концу года возникли проблемы с еще одним застройщиком, это СУ-155. Ну, конечно, люди в панике, они в свой дом, не один свой дом, у него шесть домов у нас в области, да, если я правильно понимаю? С это нею. Вот, конечно, дольщики, они внесли себя уже в разряд проблемных сразу же, как только начались какие-то небольшие даже слухи пошли. Вот они сейчас явно не понимают, что делать. То есть, какова здесь процедура, что здесь будет? Ну, по данному застройщику, СУ-155 это целый строительный холдинг, который работает в нескольких регионах нашей страны. В частности, у нас одна из его компаний работала, это так называемая Ивановская ДСК. Действительно, есть несколько объектов, шесть с привлечением денежных средств дольщиков. Также еще дополнительные площадки есть, на которых денежные средства дольщиков не привлекались. Ну, и площадки эти фактически пока не осваивались. В общем-то, поскольку проблемы носят вот такой комплексный сложный характер, задействовано много регионов, достаточно большой объем средств нужен для того, чтобы разрешить эту проблему по всем субъектам федерации. Поэтому решение искалось непосредственно на федеральном уровне под руководством Министерства строительства. Была создана рабочая группа, возглавил ее сам министр строительства. Ну, и, в общем-то, от нашего региона в рабочую группу заместитель председателя правительства Наталья Витальевна Шапошникова вошла. Несколько заседаний было проведено, проанализировано было состояние объектов по каждому из регионов. В том числе у нас были выезды на площадки, оценка финансовых вложений необходимых. И, в общем-то, сейчас все находится на стадии разработки графиков уже конкретных, завершения строительства объектов. Как только эти графики будут разработаны и утверждены, информация о них появится непосредственно на нашем сайте, появится в средствах массовой информации, чтобы люди могли ориентироваться, что как происходит. И, соответственно, мы уже совместно с органами местного самоуправления будем вести контроль, в том числе, за соблюдением этих графиков. Ну а, собственно, сам финансовый механизм для того, чтобы обеспечить достройку, привлекаются денежные средства одного из российских банков. В общем-то, этот банк будет контролировать все расходование средств. Непосредственно работы будет организовывать СУ-155. То есть подрядчик останется прежним? Ну, фактически, не подрядчик, а застройщик. Застройщик. А подрядчиков они будут находить. В общем-то, но в любом случае все эти расходы, они должны будут подтверждаться, и расходование средств будет проходить под жестким контролем уже непосредственно банка. Подобный механизм, он в менее крупных масштабах у нас в свое время, примерно лет 7-8 назад, реализовывался в области. Достраивали один из объектов на улице Труфаново. В общем-то, там как раз также финансирование шло через организацию, которая полностью контролировала все выполняемые работы. И только тогда, когда работы были там выполнены, когда они были приняты, в том числе этой организации, тогда происходила оплата. Здесь предполагается аналогичный механизм. Ну, в общем-то, по той информации, которая есть в федеральных СМИ, в течение двух-двух с половиной лет проблема по всем домам должна быть разрешена. По всем шести объектам, которые в Ярославской области, да? Вообще по всем домам СУС-155, да. То есть в разной степени готовности есть объекты. У нас, в частности, там два объекта в довольно высокой степени готовности. Здесь со стороны регионального правительства решаются вопросы по упрощению процедуры подключения объектов к инженерным сетям, по предоставлению возможных рассрочек, минимизации затрат на подключение. Ну и, собственно, эти объекты, они, наверное, в первую очередь будут достраиваться. Какие-то объекты, они, к сожалению, еще там фактически на стадии нулевого цикла, хотя уже квартиры все проданы. Конечно, по ряду объектов срок исполнения обязательств еще не наступил, но, коль скоро компания попала вот в такую сложную финансовую ситуацию, понятно, что решать надо в комплексе по всем тем домам, которые они заложили. Но все-таки два года, которые дает правительство, это, в принципе, достаточно решаемо. По каким-то домам, я думаю, что этот срок может составлять там и полгода, и семь месяцев, да, по каким-то больше срок потребуется. То есть все зависит от самого состояния объекта. То есть вот, смотрите, застройщик был такой достаточно крупный, очень крупный, наверное, один из надежных в России, и получилась вот такая ситуация. То есть от этого никто не застрахован. Это кризис повлиял? Ну, к сожалению, да. Финансовые вопросы, в общем-то, в любом случае, мы же не оторваны находимся где-то, да, мы живем в тех экономических условиях, которые есть в целом в стране. Ну и, собственно, те процессы, которые сейчас происходят, они влияют на любую отрасль, в том числе и на отрасль строительства. Хотя вот до кризиса строительство достаточно активно развивалось, такой мощный всплеск был именно объемов жилищного строительства, не только у нас в регионе, во многих вообще субъектах федерации. Ну, собственно, кого-то кризис подкосил, кто-то слишком большие объемы попытался освоить, кто-то, наоборот, не имел необходимых достаточных там средств, скажем так, подушки безопасности для того, чтобы нормально продолжать свою деятельность. То есть у всех по-разному ситуации складывается. Низмирич, вы каким образом узнаете о том, что появился в области проблемный объект? Вам сами дольщики сообщают об этом или вы сами как-то ведете контроль? Ну, в общем-то, вариантов несколько. Во-первых, по каждому из объектов, которые строятся с привлечением средств дольщиков, у нас проводятся контрольно-надзорные мероприятия, плюс проводится мониторинг готовности объекта, там, той стадии, на которой находится мониторинг ведения работ на объекте. Поэтому часть информации мы отсюда получаем, часть информации идет от обращений дольщиков. Ну, а, соответственно, чтобы объект попал в стадию проблемных, в категорию, точнее, проблемных, для этого необходимо, чтобы дольщики обратились к нам с соответствующим заявлением. Есть приказ Минстроя, который размещен у нас непосредственно на сайте департамента. Там установлен определенный порядок признания дольщиков пострадавшими, то есть это в ситуациях, когда дольщики признаны потерпевшими в рамках уголовного дела от действий застройщика, либо когда видно, что дом не строится и не будет достроен в установленные сроки, либо строится там без разрешения на строительство и так далее. Вариантов достаточно много. Если человек соответствует этим критериям, то он включается в единый всероссийский реестр вот таких пострадавших дольщиков. Но, кроме, поскольку этот реестр ведется по заявительному принципу, далеко не всегда дольщики обращаются для того, чтобы в него включиться. Поэтому, кроме него, у нас есть еще и реестр объектов особого контроля. Это те дома, по которым мы видим определенные проблемы, которые уже сейчас возникли, либо могут в ближайшее время возникнуть. К этим домам, естественно, формируется уже вот такой особый подход, более пристальное внимание, в общем-то, контрольные мероприятия в большей степени чистоты и интенсивности начинают проводиться, для того, чтобы отследить возможный увод финансовых денежных средств. Если это выявляется, то тут же идет информация уже в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности руководителей. Вот смотрите, стройка началась на территории области. Ваше ведомство, оно каким образом? Раз в неделю, раз в месяц? Как осуществляется эта проверка? Или, может быть, там, раз в квартал? В общем-то, у нас в любом случае процедуры эти ограничены законом, да, то есть мы можем провести проверку либо по обращению заинтересованного лица гражданина, прежде всего, участника строительства, либо же в плановом порядке. Кроме того, есть еще обязанность у застройщиков ежеквартально сдавать нам отчетность. Эта отчетность, она содержит финансовую информацию о тех договорах, которые заключены, о, собственно, тех денежных средствах, которые привлечены, об их использовании. И по этой отчетности как раз оценивается целевое использование, обеспеченность обязательств, безубыточность деятельности застройщика. Соответствует ли он тем нормативам, которые установлены на федеральном уровне? Если есть несоответствие, то тогда уже принимаются меры реагирования, там, выдаются предписания, возбуждаются административные дела. И, собственно, есть обращение в суды с исками о приостановлении права привлекать денежные средства до приведения вот этих нормативов в соответствии с установленными законом. Ну, в общем-то, опять же, в случае, если мы выявляем там незаконное привлечение денежных средств, либо если кто-то там недостоверную информацию разместил, неполную информацию, не сдал вообще отчетность, то есть все эти случаи, они как раз влекут за собой применение меры административного реагирования к застройщику. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, с какими результатами ваш департамент подошел к концу 2015 года. Проверка подвальных помещений многоквартирных домов входит в должностные обязанности этой девушки. Государственный жилищный инспектор Алена Духнова выехала в пятиэтажку на улице Тургенева. В середине декабря минувшего года в областной департамент жилищного надзора пришла жалоба от жильцов этого дома. Люди сообщили, что подвал пятиэтажки затоплен, от этого в подъезде неприятный запах. Затопление подвала мы не выявили, запах канализации отсутствует. Небольшая влажность в теплоузле от промывки. Буквально сегодня утром управляющая промывала домовую канализацию. В последнее время управляющие компании часто устраняют нарушения до прибытия на место инспекторов. Специалисты департамента жилонадзора отмечают, что сегодня более 90% предписаний исполняются в срок. По их мнению, на качество работы значительно повлияло лицензирование управляющих организаций, которое состоялось в мае минувшего года. Шесть организаций, которым было отказано в выдаче лицензии после устранения выявленных нарушений, вновь подали заявление в департамент и получили право на осуществление данного вида деятельности на территории Ярославской области. Таким образом, департаментам было выдано 146 лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Ярославской области. Изменение жилищного законодательства и ужесточение наказания за административное правонарушение отразилось на сумме штрафов. Если раньше максимальный размер не превышал 50 тысяч, то сегодня он вырос до 300 тысяч рублей. По итогам 2015 года наложено порядка 40 миллионов рублей. Эти все административные штрафы являются источником пополнения доходной части бюджетов органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области. Недобросовестными застройщиками занимается отдел контроля и надзора в области долевого строительства. Специалисты также выезжают на места с проверками и участвуют в судебных процессах. На сегодняшний день с привлечением средств вдольщиков в области строится 323 объекта. Порядка 3% из этого количества находится на особом контроле в департаменте жилнадзора. В начале года планируется заселить одну из высоток 12 микрорайонов Брагина. Эта стройка была проблемной до смены застройщика. Мы надеемся, что будет введен позднее марта 2016 года. Еще один объект планируется к воду буквально после новогодних праздников. Мы надеемся, что это случится быстрее. Это долгожданный дом у Волгодом. Раньше было застройщиком, а сейчас тоже поменяли на муниципального застройщика. После введения в эксплуатацию этих двух домов в наступившем году новоселье отпразднуют порядка 150 семей. Мы пояснили нашим телезрителям, о каких двух проблемных объектах идет речь в конце сюжета. Это два проблемных объекта. Один из них остался от компании Волгодом в 12 микрорайоне города Ярославля, Дзержинском районе. В общем-то данный объект забрала компания Ярославль-заказчик. После того, как были проведены все необходимые судебные процедуры, была изменена этажность объекта, поскольку компания Волгодом строила его без разрешения на строительство, без пройденной экспертизы проектной документации. То есть фактически это был самострой. Было построено всего на уровне полутора этажей. В общем-то этот объект был разобран, сделан новый проект, увеличена этажность. И за счет этого застройщик смог забрать к себе пострадавших дольщиков, предоставив им квартиры без каких-либо доплат. В общем-то объект уже имеет крайне высокую степень готовности, идет оформление необходимых документов. И мы думаем, что в первом квартале он должен быть введен в эксплуатацию. А второй объект, это объект компании ЯФСК, также в 12 микрорайоне Дзержинского района. В общем-то здесь достаточно долго шел процесс поиска нового застройщика, долго шел процесс согласования с дольщиками, замены этого застройщика. Ну в общем-то компания нашлась. Опять же она действует в рамках закона 68З. И в общем-то те расходы, которые она понесет на достройку, она сможет возместить за счет предоставления земельного участка все в том же Заволжском районе. То есть участок уже определен? Ну в общем-то да. То есть примерное место определено, необходимые документы, в общем-то основная часть оформлена. И я думаю, что в течение первого полугодия также этот дом должен быть введен в эксплуатацию. То есть то, что пока там работы не ведутся, это еще пока ни о чем не говорит? Ну в общем-то определенная задержка была вызвана именно необходимостью сбора согласия нотариального со всех дольщиков. А в этом доме есть дольщики не только из Ярославля, но и из Норильска, из других достаточно удаленных регионов. То есть всех необходимо было найти застройщику, объяснить ситуацию, получить со всех по почте оригиналы вот этих нотариально заверенных согласий, для того, чтобы уже провести необходимые регистрационные действия и выходить на площадку работать. Ну в общем-то в любом случае застройщикам определенные работы были сделаны еще до оформления этих документов, для того, чтобы объект мог спокойно уйти в зимний отопительный период, в общем-то восстановлена охрана была на объекте и так далее. То есть буквально первое полугодие люди могут справлять новоселье? В общем-то, если все пойдет так, как мы планируем, то в течение первого полугодия два дома должны быть введены в эксплуатацию. И в принципе это порядка, там еще около 200 квартир получится. Денис Ильич, вот мы сейчас про второй дом с вами рассказывали. Это компания ЯФСК. Игорь Зайцев, застройщик, директор этой компании, он находится сейчас под следствием. Ну как бы дольщикам, конечно, причинен колоссальный ущерб, тем более люди столько лет ждут своих квартир, это уже ипотека, кредиты и все остальное, высокие процентные ставки. Конечно, люди на грани нервных срывов и все остальное, это все понятно. Как часто удается найти криминальный след там, где есть проблемный объект? Ну в общем-то, какие-то проблемные объекты, они возникают из-за того, что в принципе неправильно был организован процесс строительства. Застройщик там не имел кредитов, не имел своих оборотных средств и пытался строить только на деньги, получаемые от дольщиков. Соответственно, при изменении цен там на строительные материалы, стоимости работ, застройщику просто не хватает денежных средств. Мы проводим проверку, видим, что все, что он собрал, он в стройку вложил, но ему не хватило, чтобы достроить. В такой ситуации, конечно, каких-то вот уголовно-правовых последствий не возникнет. А в ситуации, когда застройщик собрал явно больше денежных средств, чем вложил в строительство, и это видно, в общем-то, даже не специалисту, там наглядно вполне, да, в такой ситуации, естественно, материалы передаются в правоохранительные органы, то есть мы проводим проверку целевого использования, если видим, что деньги ушли не на те цели, которые предусмотрены законом, не на строительство дома, то, соответственно, материалы направляются в полицию. И, в общем-то, у нас на территории области один из таких значимых прецедентов, это фактически вынесен обвинительный приговор руководителю компании застройщика ПСК «Квартал». Вот в первом сюжете дом, который мы видели, да, в общем-то, там обвинительный приговор по 159-й статье, если не ошибаюсь, ну и по ряду застройщиков еще проводятся следственные мероприятия, то есть где-то до следственной проверки, где-то возбуждены уголовные дела, в общем-то, были у нас такие объекты, как компания АВБ+, по ним проводились мероприятия, но, в общем-то, дома компания достроила и весь ущерб перед дольщиками загладила. Вот по компании «Кладезь», компании «Ресурсэксперт», «Ярстройпроект», «ЯФСК», в общем-то, мероприятия проводятся в отношении бывших руководителей компании «Альянс», которая в Ярославском районе строит многоквартирные дома, которые также являются проблемными. То есть там, где признаки есть, безусловно, правоохранительные органы, вот мы с ними очень тесно сотрудничаем, обмениваемся информацией, той, которую получаем в результате проверок, для того, чтобы они уже могли свою часть работы выполнить. Вот проблемный объект, методика работы с ним, она абсолютно одинакова со всеми? Или каждый дом, это каждая конкретная, вот по ступеньке выстраиваем, что-то делаем, механизм какой? Каждый дом разный в любом случае, и механизмы разные. Где-то создавались ЖСК, и люди достраивали самостоятельно объекты. Где-то привлекался инвестор, где-то застройщик сам привлекал инвестора и достраивал. В каких-то случаях происходила замена застройщика. На одних домах люди, скажем так, объединены уже общей целью и готовы там быстро принимать решения. На других еще приходится проходить долгий путь. Вот, например, небезызвестный дом компании РСУ на улице 8 марта. В общем-то, он самый первый дом, который достраивался в рамках закона 68З. Вот, застройщика нового нашли. А для того, чтобы дольщики дали согласие, пришлось почти полтора года согласовывать и уговаривать. Большая часть людей согласилась, но по закону должны согласиться все. И вот оставшиеся там несколько человек, они очень долго свое согласие не давали. В общем-то, с ними работал и застройщик, и остальные дольщики пытались решить проблему. Поэтому каждый случай уникален и в каждом случае индивидуальные решения разрабатываются. Денис Дмитриевич, у нас остается буквально одна минута, совсем кратко. Вот, на ваш взгляд, каковы перспективы развития строительства в нашей Ярославской области вот сейчас, в это непростое экономическое время? Ну, в общем-то, я уже говорил, да, что объемы строительства достаточно большие. Более 340 домов у нас строятся с привлечением денежных средств дольщиков. И, в общем-то, я надеюсь, все-таки, что застройщикам удастся выстоять в это непростое время. Безусловно, какие-то механизмы, они будут разрабатываться и на федеральном уровне для поддержки этой отрасли. То есть, все-таки, строительство это такая отрасльный мультипликатор, которая за собой ведет развитие и других отраслей. И, в любом случае, с нашей стороны мы будем осуществлять контроль для того, чтобы не появлялись новые проблемные объекты, будем прикладывать все усилия. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Денис Мещеряков. Это была программа «Жилье мое». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»